Сегодня на библейском портале Экзегет мы рассмотрим вопрос, отталкиваясь от текста Евангелия от Матфея 5 глава 3 стих, где сказано «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И у нас будет следующий вопрос, как нищие духом, то есть нищие благодатью, могут быть блаженны? Давайте посмотрим, какой комментарий на это блаженство нам предлагает Илларий Пиктовийский. Это его комментарий на Евангелие от Матфея. Когда он, Христос, предвозвестил через пророков, что изберет смиренный народ, боящийся его слов, он положил начало совершенного блаженства в духе смирения. Таким образом, он определил, что живущие в смирении – это те люди, которые помнят, что обладают Царством Небесным. «Ни у кого нет ничего, что было бы его собственным, но всем по дару одного отца даны одинаковые возможности и условия для прихода в жизнь, а также средства пользоваться ими». Это действительно так. В каком случае человек может воспользоваться благодатью Божию, которая очищает и оправдывает нас, делает нас способными исполнить волю Божию? Это происходит тогда, когда мы понимаем, что своими собственными силами, стремлениями, намерениями, пожеланиями, подвигами, в кавычках, мы ничего достичь не можем. И в послании к римлянам, это у нас 9 глава, 16 стих, сказано «Итак, помилование, внимание, зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, милующего». То есть, как бы ни желал каждый из нас обрести дар спасения, как бы ни подвязался, это есть нечто невозможное для человеков, как говорил Христос. «Ибо невозможно ценою временной жизни приобрести жизнь вечную, ценою тленной жизни заработать жизнь нетленную, ценою жизни на земле обрести жизнь на небесах. Это совершенно несоизмеримая вещь». И если кто-то думает, что Господь как бы авансом прощает нас, имея в виду, что мы будем творить великие дела, смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Титам, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банью возрождения и обновления Святым Духом». То есть мы никогда не сможем, нам даже вечности не хватит, отблагодарить Бога за дар вечной жизни, который мы имеем во Христе и за Христом. И смотрите, что пишет блаженный Августин. «Вы можете провозгласить, что древние праведники обладали огромной праведностью, но всё же их спасло ничто иное, как вера в посредника, который пролил свою кровь в оставление грехов». Вера в посредника – это вера в Иисуса Христа, о котором сказано в Священном Писании книг Нового Завета «Един ходатай и един посредник между Богом и человеками». Человек – Христос, Иисус. И смотрите, что пишет святитель Амвросий Медиаланский. «Я буду хвалиться не потому, что я праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что я свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены мне. Я буду хвалиться не потому, что я творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос – мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова была пролита за меня». И святитель Григорий Великий, Григорий Двоеслов, Папа Римский в своих гамильях на пророка Иезекииле, это седьмая гамилья, он пишет. Поэтому наша праведность, что есть? Наш праведный заступник защищает нас, как праведных, на суде, потому что мы осознаем себя неправедными и обвиняем себя как таковых. Поэтому доверимся не нашим делам, но тому, что у нас есть защитник, он же посредник и заступник. Таким образом, нищие духом – это те, которые ни в коей мере не возлагают дело собственного спасения на себя. всецело возлагают это дело на спасителя, посредника и заступника Господа нашего Иисуса Христа. И блаженный ироним пишет, мы становимся праведными тогда, когда мы исповедуем, что мы грешники. Вот почему блаженно нищие духом и почему таковых есть Царство Небесное. Спаси Христос! Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok